В обычное время Пётр – муниципальный служащий, но как только рабочие часы заканчиваются, мужчина превращается в ученика. Сегодня я бы хотел рассказать вам о том, какие материалы вам будут доступны для обучения и раскрою свою тему. Пётр – член участковой избирательной комиссии, проходит четырёхчасовой курс обучения по адресному информированию граждан на предстоящих выборах президента России. Информаторы, так их называют официально, в специальной униформе с удостоверениями постучаться в каждую дверь страны. Пётр уже знает, что делать, если дверь не откроют. Инструкция предписывает постучаться, выяснить, с чем не открывают, занести это в программу и в следующий раз ещё раз попробовать достучаться всё-таки до человека. И также оставить в почтовом ящике приглашение. Всего же в округе 744 члены избиркома готовятся по-новому доносить до граждан информацию о выборах. По окончании обучения каждый прошёл тест. Двоечников, которые его не сдали, среди наших не оказалось. Это то, что действительно новое, и Центральная избирательная комиссия ориентирует на то, что надо дойти до каждого избирателя, проинформировать его о предстоящих выборах. Следующий шаг президентской избирательной кампании будет сделан 31 января. Это последний день, когда кандидаты в кандидаты могут подать документы на регистрацию. До 10 февраля ЦИК определит круг лиц, которые будут в бюллетене для голосования. Тимур Гассин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.